Он должен работать не по звонку, а ежедневно. Участники военно-поискового клуба «Долг» готовы передать иммерсивный музей линии фронта на баланс Нефтьюганска. Тогда погрузиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны смогут больше югорчан. На линии фронта реалистично воссозданы окопы, доты и блиндажи. А экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Все они найдены во время поисковых экспедиций. По предметам можно узнать о быте немецких и советских солдат, отличия в экипировке, вооружении. Также имеются оригиналы газет 1941-1945 годов, географические карты. За шесть лет существования музей посетили около трех тысяч человек. В основном это городские школьники. Если экспозиция будет работать на постоянной основе, проходимость увеличится кратно, уверены создатели музея. Главное, на месте должны работать люди и проводить экскурсии постоянно. Сейчас, чтобы попасть на выставку, нужно созвониться с руководителем и договориться на определенный день и время. Такой формат работы не всегда удобен. Надо, конечно, привести это все в заключительный вид, чтобы это работало именно на постоянной основе. Тогда это будет приносить максимальный эффект, который может давать. Мы, наверное, к этому идем.